Женщина преклонного возраста. Так написал про женщину, которой было только 52 года. Но она ничуть не обиделась. И когда юноши называли её «мама Нина», она тоже не обижалась. И не старалась кокетничать и молодиться, не до этого была на фронте. А юношей бойцов она, будучи снайпером, обучала меткой стрельбе. Более 500 отличных стрелков подготовила за свой недолгий фронтовой период высококлассный снайпер 1-го стрелкового батальона 284-го стрелкового полка 8-й Тартусской стрелковой дивизии Петрова Нины Павловна. Женщина, ставшая второй матерью для своих однополчан, героически сражалась с нацистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной. А она писали про преклонный возраст в приказе, когда её представляли к Ордену Славы. У неё было три Ордена Славы у этой мамы Нины. За славные подвиги, за бесстрашие и отвагу в боях. К началу Великой Отечественной войны Нине Павловне Петровой было уже 48 лет. В таком возрасте она уже не подлежала призыву, однако её настойчивость и любовь к родине смогли помочь ей попасть на фронт. Ещё задолго до войны, в конце 1920-х, молодая девушка серьёзно увлекалась спортом. Спектр увлечений был достаточно широк. Езда на велосипеде, гребля, плавание, хоккей с мячом, баскетбол и многое другое. Неудивительно, что Нина Петрова стала одной из первых обладательниц значка ГТО первой ступени в Ленинграде, где она жила в это время. Однако лучше всего у юной спортсменки удавалась пулевая стрельба. Девушка была настолько меткой, что её направили в снайперскую школу, которая та окончила с отличием. Вскоре Нина становится инструктором стрелкового спорта в спортивном обществе Ленинграда «Спарта», а также в снайперской школе. К началу 1936 года ею было подготовлено 102 ворошиловских стрелка. Имея за плечами столь богатый опыт физической подготовки, а также навыки медицинского дела, Нина Павловна участвовала в Советско-финской войне 1939-1940 годов. Однако к лету 1941 ей уже было 48 лет, и призыву она не подлежала. Однако она добровольно вступила в ряды 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда, затем служила медсанбате. Учитывая тот факт, что осенью 1941 года фронту нужны были людские пополнения, в том числе и высококлассные снайперы, военное командование без раздумий в ноябре 1941 года направило Нину Павловну на передовую в качестве снайпера. За время боев под Ленинградом Нина Павловна Петрова не раз выходила на боевые позиции, лично ликвидировала значительное количество гитлеровцев, а также не забывала совершенствоваться в своем деле и делиться знаниями с новичками. Командование по достоинству оценило героизм и храбрость женщины, наградив ее в 1944 году медалями за оборону Ленинграда и за боевые заслуги. 16 января 1944 года немецкие войска закрепились в селе Зарудины под Ленинградом. Метким выстрелом Нина Павловна ликвидировала двух немецких радистов, которые должны были вызвать подкрепление, тем самым обеспечив быстрое освобождение села от нацистов практически без потерь. К марту 1944 года на счету у Петровой было 23 ликвидированных гитлеровца. За проявленный героизм женщина была удостоена Ордена Славы Третьей степени. Из наградного листа на Нину Павловну Петрову. Участница всех боев полка по освобождению Ленинградской области. Часто выходит на охоту. Только 16 января 1944 года истребило 11 фрицев. С 15 января по март убило 23 гитлеровца. С августа 1944 года Нина Петрова участвовала в освобождении Прибалтики, Польши. Свыше 30 гитлеровцев она уничтожила в боях за польский город Эльбинг, доведя свой персональный счет убитых врагов до 100. 2 апреля 1945 года отважная женщина за проявленный героизм и мужество во время освобождения железнодорожной станции Лепа-Сааре в Эстонской ССР была удостоена Ордена Славы Второй степени. В наградном листе на Нину Петрову командиром полка было отмечено. Товарищ Петрова участница всех боев полка. Несмотря на свой преклонный возраст, 52 года, она вынослива, мужественна и отважна. Время передышек полка от боев она использует для совершенствования своего искусства снайпера и обучению личного состава полка своему искусству. За все время ею подготовлено 512 снайперов. Нина Павловна Петрова все же стала полным кавалером Ордена Славы в конце июня 1945 года. Но, к сожалению, Орденом Славы Первой степени героиня была награждена посмертно. 1 мая 1945 года снайпер Петрова погибла в Германии вместе с группой минометчиков. Автомобиль, в котором ехали бойцы, сорвался с обрыва. Незадолго до своей смерти Нина Павловна писала своей дочери. «Устала я воевать, детка. Ведь уже четвертый год на фронте. Скорей бы закончить эту проклятую войну и вернуться домой. Как хочется обнять вас, поцеловать, милую внученьку. Может, и доживем до этого счастливого дня». Вот не поцеловала. Но какую оставила память о простой женщине преклонных лет? Эта женщина в свои 48 пошла воевать с винтовкой на плече и победила врага. Не писала она ни стихов лирических, на сцене не танцевала, не снималась в кино, не имела изящных нарядов и не кружила голову мужчинам. Просто мама Нина. Просто женщина из Ленинграда. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!